МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Того человека, который смог в 20 лет стать героем Советского Союза. Человек, который не пожалел своей жизни ради других своих сослуживцев. И, по сути дела, еще армейский рукопашный бой, это же национальный наш вид спорта. Это вид спорта, который вот именно только в России, больше ни в одной другой стране его нет. Я считаю, что это очень достойно и очень интересно. А то, что этот вид спорта еще и готовит молодежь вот именно к службе в армии, более того, он готовит еще и всех тех служащих и офицеров к защите себя, их защите близких и защите Отечества. Турнир памяти Николая Чепика мастерский. Спортсмены могут заработать не только медали, но и повысить свой профессиональный статус. Игорь Алимов – курсант Томского автобронетанкового института. О победе именно в этих соревнованиях грезил с детства. В финале юбилейного мемориала Чепика весовой категории до 60 килограммов ему удалось осуществить свою мечту. В прошлом году вышел финал здесь даже, и вот мандраж этот стал на ногах. Вроде казалось, что сильнее соперника, и не получилось. Стал вторым, обидно. Вот, в этом году опять вышел финал, и опять, да, видели. Вышел, опять дрожь в ногах, первые пол-три минуты собраться никак не мог. Но потом понял, что уже пути назад нет, что надо уже биться до конца. Раз пришел, вышел на финал, то пока есть время, есть шанс на победу. И перехватил инициативу, стали получаться ударная техника в большей степени. Ну, я больше ударник, чем борец. Все, мои удары прошли. Почувствовал, что соперник заволновался, что все, бой в моих руках, и довел его до победы. В борьбе за первенство весовой категории до 65 килограммов сильнее был представитель 242-го учебного центра ВДВ Иван Бондарчук. Вспоминал на все наставления тренера, всех моих товарищей, спаррин-партнеров, вспоминал их слова. Думал, слышал, что они говорят мне, и работал именно так, как, ну, пытался, как они подсказывали. И все, слава богу, получилось. Ближе, Рома, ближе! Атакуй! Противостояние Семена Семеняка и Романа Лисицына было эмоциональным. Поединок финального дня в весе до 75 килограммов получился зрелищным. Все комбинации были отработаны, натренированные. То есть, тренировочный процесс. Мы к этому готовились. То есть, все то, что отрабатывали, все прошло. Это и мастерство, которое с годами, только все больше и больше приобретается нашими спортсменами. Вот это, в свою очередь, и элементы борьбы. И в связи с этим, так скажем, досрочные победы были выми приемами. Молодцы ребята, подтянули и ударную технику. В общем, ребята у нас профессионалы, так что будем только ратовать за то, чтобы с каждым годом их мастерство росло, крепло, передавалось подрастающему поколению. И готовились настоящие бойцы, готовые служить нашему Отечеству. Ну и в гражданской жизни это стержень, тот, который нужен каждому мужчине. В финальный день также были вручены памятные медали в честь 25-летия турнира Николая Чепика. Их получили люди, которые внесли весомый вклад в становление и развитие этих соревнований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА